Моя страна совершает преступления, а Украине нужна помощь, которую я могу оказать. Постепенно ты начинаешь привыкать к этому, принимать и уже более холодной головой все это взвешивать. В какой-то момент я понял, что эти протесты они ни к чему не ведут. Если в России кому-то нравится вот так, пожалуйста, а мне хочется поменять свою жизнь. Мне кто-то может это запустить. Почему Россия на поле и почему мы не можем выйти и сказать свою решительную войну? Апроциматив 1 миллион децептени руси у поросит Русиа в начале войны. Удатъя по анонсурия мобилизарии партия, 2.210 децептени руси в 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 Руси. Александр Кудашев vine din orașul Самара, Акало, unde lucra într-o firmă de construcție și a organizat în orașul Nantal Un punct de colectare a дешeurilor de plastic. Александр Мартиненко vine din orașul Rus, Краснодар, Unde era medic-терапевт. Акаса Александр a предат la facultate, Иринтимпул Либиа și-а dezvoltат un blog pe TikTok Care devine tot mai popular. Александр Кудашев și Александр Мартиненко Se află acum Republicа Молдова După ce au fost nevoiți să păresească Rusia. Ce i-a adus la Chișinău Și cum s-a schimbat viața lor După ce au venit în Moldova, Aflăm continuare. Как изменилась ваша жизнь Последние месяцы? Она изменилась хотя бы Потому что я оказалась в Молдове. Моя страна совершает преступления, А Украине нужна помощь, Которую я могу оказать. Многое переосмысленно. Какие-то ценности стали другие. Ну, вообще, мне кажется, Сейчас у людей жизнь разделилась На до и после. Мы стали на многие вещи смотреть по-разному. Какие были ваши первые мысли, Когда вы узнали о начале так называемой Спецоперации в Украине? Я понимал, что надо что-то делать. А что делать было непонятно. Я заехал к своей знакомой художнице. Он мне написал плакат «Нет войне в цветах украинского флага». Это был единственный день, Когда меня не забрали в полицию. Все это время Ты находишься в страхе неизвестности того, что тебя ждет, Когда ты придешь на площадь. Это было у Дома правительства Самарской области. «Нет войне! Нет войне!» Я-то жил практически на границе. То есть, там 100 км до границы. Это совсем рядом. Ну, как Молдова. Там 100 км туда, 100 км сюда. И непонимание полное, Насколько это серьезно, Насколько это опасно, Насколько это долгосрочно. И плюс у меня, конечно же, и родственники, Как и у многих живут в Украине. И я сразу же начал связываться с ними. Спрашивал, ну как они, что они. И две недели ближайшие Превратились в ад, Потому что ты утром просыпаешься, И на тебя обрушивается Вот этот шквал информации, Который нужно фильтровать, Иначе можно сойти с ума. Пошла там реакция мира. И очень тяжело. Именно морально было очень тяжело. Потому что волатильность рубля, Да, бешеная пошла. Евро и доллар росли, я помню. Я успел еще по 90, 92 рубля, по-моему, поменять. Но очереди были бешены. К банкоматам очереди, ну, это паника. Я вот это вот надолго запомню, наверное, Когда толком не понимаешь, что и как. А потом, по законам психологии, Постепенно ты начинаешь привыкать к этому, Постепенно ты начинаешь принимать, И уже более холодной головой все это взвешивать. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Они начали избивать дубинками. Ну, они пытались там сделать какие-то там болевые приемы. Но, ну, прямо вот чего-то такого сверх жестокого я как бы не ощутил. И после того, как я отдал им телефон, Я поднялся, отряхнулся. Со мной разговаривали на «вы» И попросили зайти в автозак. То есть у нас такого, что происходило в Питере и в Москве не было. Я стою на площади и ничего не делаю. Судя по всему, тут сотрудники полиции. И вот как все это выглядит. Я был всегда готов к тому, что меня заберут и не отпустят. Вот, и у меня были уже там люди, которые там приедут, заберут мою кошку. У которых там есть второй комплект, включая квартиры. Куда звонить в случае там моего задержания и так далее. Ну, то есть к этому как бы постоянно готов. Писал много украинцев с благодарностями. Писали мои единомышленники, которые говорили, что там они со мной солидарны. Но у них не хватает смелости или решительности, да, для того, чтобы выходить протестовать. Но такие моменты они скорее подстегивали. Но внутренне, да, внутренне был готов к тому, что в один прекрасный день меня уже как бы не отпустят дальше там уже, как карта ляжет, что будет дальше. Если я считаю, что я могу что-то там, ну, у меня есть свое мнение, я с кем-то поделюсь, я делюсь. То есть я не живу там, а вот кто-то накажет меня там и так далее. Нет. Да, я слышал там по новостям, по каким-то источникам, там YouTube мы все смотрим и так далее. Конечно, ограничения в плане социальных сетей. Это, наверное, по нам всем ударило. Может кто-то помнит, когда мы считали часы до того, как заблокировать там Instagram, и кто-то писал там через два часа, там все, всем прощайте. Ну а где наше не пропадало все это. Последней каплей было то, что вот эта неопределенность. Извините, но я не знаю, какое у меня будущее. Если мне кто-то может гарантировать, что все будет классно и там ни о чем не думать, вопросов нет. Если мне никто не может гарантировать, что завтра будет стабильность, безопасность и спокойствие, ну тогда моя задача, ну как бы что-то поменять. Ну и тем более, откуда я знаю, вот я проснусь утром, я живу сто километров от границы. А откуда я знаю, что там не придет мой дом, да, вот такая же беда. В какой-то момент я понял, что эти протесты они ни к чему не ведут. У меня скопилась такая коллекция протоколов. И выйдя в очередной раз, я помню тот день, когда дождь заявил о своем закрытии. Я понял, что, ну, бессмысленно. Это бессмысленно. Я понял, что нужно в корне менять свою деятельность. Я решил поехать волонтером в Украину. Пытаться там кричать, как сумасшедшие, что вот я там против того, я против этого. Это абсолютно непродуктивная позиция. Я хочу сказать, что если кому-то нравится жить так, он имеет право на это. Вот, допустим, если кому-то нравится жить в Африке, он имеет право и он живет там. И кому-то нравится жить в Северной Корее – пожалуйста, это выбор ваш. Кому-то нравится жить в России – это тоже ваш выбор. Мне хочется изменить свою жизнь как-то и так далее. Если меня что-то не устраивает в той или иной стране, а большинство устраивает, то моя задача – либо принять и жить, либо собрать вещи и уехать. Привет, друзья. Ну что, я приехал. И приехал я в Молдову. Конечно, все будут спрашивать, почему именно туда, но сейчас выбор не вели. 11 марта я выехал из Самары, да. Доехал до Москвы. Из Москвы доехал в Брест. Это в Беларуси. История, если длиннее рассказывать, я порядка 15-20 километров прошел по лесу. Я вышел с утра и через лес, через границы. Под вечер я дошел до населенного пункта, называется Заболотье. И я зашел в первый попавшийся дом, там был старый дедушка. Я ему сказал, что я волонтер из России и мне нужен кровь и еда. Он сказал, что сейчас моя бабушка накормит, и я вызову ребят, которые приедут. В итоге, пока я ел, приехали ребята из Тер-обороны. Они говорят, доедай, и потом проедем с нами. Как бы у меня были доказательства. У меня были видео с моих митингов, у меня были протоколы, у меня были посты в соцсетях. И это послужило доказательством того, что, ну, по крайней мере, я там не диверсант. Но, во-первых, я заявлял о том, что я хочу быть волонтером, а не воевать. И мне сказали, что какой-то отправки в те места, где требуется волонтерская помощь, у них нет. Это первое. Второе, как бы я нарушил закон, так перешел границу незакон. Вот, на этом основании, ну, собственно, они мне посоветовали перейти границу в Польшу. И оттуда перейти границу уже законно и легально. Мы разговаривали на русском языке. Кормили меня с ушками и поили чаем. Мы с ними курили и общались. У них было недоумение по поводу того, ну, что происходит. Да, почему Россия напала и почему мы не можем выйти и сказать свое решительное «нет». У меня не было ответов на эти вопросы. Но я мог только лишь заявлять свою позицию. Почему не согласен я и почему, собственно, я считаю, что эта война преступна. Ну, в конечном итоге приняли решение, что меня с утра отвезут на границу с Беларусью. Вот. И когда мы ехали, я понял, что лес заминирован был на тот момент. Там не было дороги. И я шел просто через бурелом. В тот момент ощутил, как мне повезло, как минимум. Вот. И какая была опасность. Спустя где-то час-полтора меня задержали белорусские пограничники. На основании того, что я нахожусь в приграничной зоне. Они меня арестовали. Пару суток я провел в белорусской тюрьме. И меня депортировали в Россию. В Смоленске. Так и вернулся в Россию назад. Но я не могу просто рисковать. Я же не могу в кокон закрыться и сидеть. Просто врачебная среда предполагает контакт. То есть у меня в сентябре конгресс в Лондоне. В октябре в Сербии тоже будет. И так далее. Как я должен это делать? Просто я понимаю, что все думают об одном. Но и люди тоже говорят. Ребята, если вы сидите дома на пенсии. Либо вы занимаетесь своими делами. Это же не значит, что я делаю то же самое. У меня есть контакты. Я должен быть мобильным и оставаться. Если в России кому-то нравится вот так, пожалуйста. А мне хочется поменять свою жизнь. Мне кто-то может это запретить? Нет. Другое дело, там кто-то какие-то высказывания делает. Что там кто-то предатель. Ребят, мы все свободные люди. Я хочу живу там. Хочу и живу здесь. Здесь можно было, как мне говорили украинские военные, официально перейти границу. И идти помогать украинскому народу. В действительности это оказалось не так. У меня вообще... У меня еще в Беларуси запрет на въезд в связи с депортацией. Там на пять лет запрет на въезд в Украину. И, собственно, я не могу вернуться в Россию, потому что, возможно, меня посадят. Поэтому пока я здесь. Я следил еще с прошлого года за ситуацией, которая происходит в Молдове. Смена политического курса, реформы и все прочее. Мне было интересно. Ну так, как следил? Я новости смотрел, там различные источники. Я думаю, ну, Молдова, почему бы и нет. Инстаграм, ТикТок есть. Работает. Уже плюс. И плюс второй — это относительно дешевая жизнь. А можно будет килограмм сделать помидор? Угу. Ну а для запекания вот хорошая, да? Да. Или вот эта лучше? Это разваривается более целая. Целая остается вот эта. Угу. А по сладости одинаковая, да? Одинаковая, да. Ну давайте еще, наверное. Угу. Угу. Что вы занимаетесь сейчас в Молдове? Я ходил в Молдэкспо и волонтерил там долгое время. Но потом ребята с конгресса украинцев Молдови попросили, чтобы я подменял их вечером, когда приезжают беженцы с поланки. Ну и я занимаюсь там расселением, регистрацией, помощью сумками и так далее. План мой — начать работать и получить вид на жительство, потому что ну как я без документов, кто я здесь. Вот. А дальше, конечно, мне бы очень хотелось наукой заниматься. Это вот моя мечта, потому что ну я же там занимался исследованиями и так далее, которые потом можно реализовывать в какую-то коммерческую деятельность и так далее. Вот это моя мечта. Если получится, я бы очень хотел, конечно, в университете работать, пусть не преподавать, а заниматься научными проектами, грант и грант может получить какое-то на исследование. Вот это моя мечта. Я подал заявление на убежище, написал и сейчас я нахожусь в статусе искателя убежища. Это сложность, по крайней мере, сложность в голове, когда ты не имеешь даже формальных прав. Хотя здесь правовое государство, я думаю, какого-то там беспредела, например, в отношении себя я не жду. Я сейчас как бы задумался над тем, что неплохо было бы открыть здесь шелдер для россиян, которые не согласны с путинским режимом. То есть для тех, кто готов помогать как волонтер украинцам. Ну как бы я сейчас работаю над этим. Я хочу открыть этот шелдер здесь и дать возможность в том числе россиянам укрываться и быть полезным для победы Украины в этой войне. Каждый человек должен быть дипломатом. Если, допустим, сейчас человек, имеющий позицию по Украине ту или иную, значит он может предложить друзьям в соцсетях, давайте соберемся и обсудим русские, украинцы, белорусы, англичане и так далее, американцы. Давайте соберемся и поговорим. Вот уберем полностью все вот эти неприязни и все прочее, поговорим. И вдруг вот там эти десять человек, они действительно скажут, да класс, ну теперь мы понимаем, что, наверное, нам надо как-то по-другому работать. Основная задача сейчас это дипломатия, которая объединит всех, как бы тяжело, как бы больно ни было, как бы трудно ни было. Вот это вот кричать, что все виноваты во всем, а когда мы разберемся, мы же должны прийти к истине. Поэтому я только за, в любом случае, дипломатия, не зря же, не зря же она существует, эта дипломатия, чтобы договариваться. Злейшие враги всегда садились за стол переговоров и зачастую это заканчивалось мирными соглашениями какими-то. Я хотел попасть в Украину по нескольким причинам. Во-первых, украинцы, они должны видеть россиян, которые не согласны с этим. Это первое. Второе, я хотел показывать те последствия войны, которые натворила российская армия. Я хотел показывать их глазами россиян. Сейчас очень сложно сказать, нужно ли кому-то еще открывать глаза. Скорее, наверное, остались те, кто хочет быть обманутым. Возможно, эти люди не поверили бы даже, если бы оказались на месте событий. Возможно, бы даже не поверили своим глазам. Я вот еду в транспорте, я слышу, там кто-то что-то говорит. Если мне это не нравится, раньше бы я, наверное, еле себя бы сдерживал, чтобы что-то не ответить. Сейчас я максимально абстрагируюсь от всего этого. Я понимаю, что человек имеет свое мнение. Мы же все стремимся к демократии в той или иной форме. Для каждого она своя. Значит, нужно дать ему высказаться. То, что он меня не услышит, мое мнение, и не воспримет — это уж уровень его образования. Я вот тысячу раз говорил, что все зависит от образования. Если ты малограмотный человек, то что с тебя требовать? Это социальная проблема государства, а не моя. Мы против войны! Мне кажется, стоит об этом задуматься и признать, что Россия все-таки не готова к такой форме социального бытия, как мы бы хотели некоторые. Немногие. Россия выбрала вот такой путь. Я считаю, что эти люди имеют право на это. Они не хотят активности. Большинство, но это вот еще с советских времен, со времен Российской империи пошло, что есть государь, правитель, который решает многие проблемы и людям комфортно так жить. То есть они привыкли, что они просыпаются утром, идут на работу, они зарабатывают, у них есть домашние дела, проблемы. Все остальное — то, что там яма на дороге или нет лампочки в фонаре — это дело губернатора, дело мэра и всего прочего. Их это вообще не волнует. Да, они поговорят на кухне, что нет там лампочки. Вот беда какая — нет лампочки. Но при этом никто, ну я опять же не люблю это слово там все или никто, большинство не предпримет никаких мер. А те 10-15 процентов, которые видят иной путь, ну извините вас 10-15 процентов. Ну что сделать? Я переехал на постоянную квартиру. Спасибо огромное подписчице, которая помогла мне с этим, очень благодарен. Да, приходится нелегко. И многие разного рода фанатики вот там за спиной, сидящие на разных уровнях, плюются, обсуждают, желают всего доброго, но я иду дальше, и мне на них все равно. Как вы заметили, какое влияние имеет Россия сейчас на Молдову, в том числе в контексте войны? Когда я был у правительства и смотрел на протестующих, я в какой-то степени позавидовал людям, у которых есть право на то, чтобы выражать свое мнение. В России эти протесты, они просто невозможны. С другой стороны, для меня как бы это абсурдно, что люди, благодаря той свободе, которая у них есть, высказываются за ту позицию, где у них этой свободы бы не было. Эти протесты, они будут невозможны так же, как в России. Ну, я там был, и там нет ничего хорошего. Когда я общался с этими протестующими, что они хотят низкой цены на газ, да, или цены на газ ниже. Но при этом они не ставят вину Путину, который эту цену поднял, да, это я условно говорю, а ставят вину человеку, который оказался, условно говоря, в той ситуации, да, в которой мы подняли эту цену на газ. Они как бы не хотят проводить логические цепочки между тем, что тот кризис, который сложился не только в Молдове, да, но и в других странах, он связан с тем, что Россия напала на Украину, но при этом обвиняют правительство, которое не имеет к этому нападения никакого отношения. Чтобы они попробовали съездить в Россию, пожить там какое-то время, съездить в какой-нибудь город, где нет газа, или в какое-то село, узнать, какие у людей там пенсии. При всем при этом они не могут выйти на площадь и требовать отставки правительства. В этом у нас существенная разница. Здесь есть демократия, по крайней мере, я ее вижу. Может быть, она не самая совершенная, может быть, она строится, но она здесь есть. Ментально плюс-минус схожесть есть. Ну, это по понятным нам всем причинам. Здесь же больше ориентированность на Европу, и многие люди же работают, кто-то живет там. Этот образ жизни они сюда привносят. И там, как улицы выглядят, дома многие. Это, конечно, отличается. И плюс я замечаю, что здесь все-таки более расслабленный какой-то образ жизни. У меня ощущение, что полицейский здесь на службе у меня. Ну, не у меня конкретно, а у человека. Возможно. То есть он не тот человек, который может тебя там пристрелить и, не знаю, там у тебя закинуть, куда-то скрутить и так далее. Только из-за того, что ты там о чем-то сказал, там что-то или не так стал, или не то сделал. Вот. У меня такое ощущение здесь. Точно так же вот с представителями власти, то, что я вижу, там можно в кафешке встретить какого-нибудь там министра. И он будет сидеть, и нормально. Это абсолютно. То есть в этом плане меня, конечно, здесь многое, что удивило. Или там мэр, насколько я знаю, часто ездит на самокате. Вот. То есть тоже можно встретить в городе его. И это тоже круто. Я очень хорошо общаюсь с ребятами, которые устраивают протесты у российского посольства. Я сам хожу на эти протесты. И там есть и украинцы, и молдаване, и иногда бывают россияне. Здесь, в таких случаях, люди как раз-таки смотрят на личность. То есть у нас есть то, что нас объединяет. И это гораздо важнее паспорта или национальности и так далее. Поэтому нет. В целом, я очень доволен тем, какие отношения у меня с молдаванами складываются. Ну я же приехал в страну, в которой есть язык общения государственное. Я не буду сейчас говорить молдавский или румынский, потому что информация разная. Но, простите, пожалуйста, я не нашёл самоучителя по молдавскому языку. Поэтому я учу румынский, и я надеюсь, что меня все поймут. Что бы сподвигло вас вернуться в Россию? Я уже, наверное, не хочу никуда шевелиться. Вот понимаете, мне же тоже, я же, тоже у меня возраст не уменьшается. Я понимаю, что мне когда-то будет там и 40, и 50 лет и так далее. И пора бы уже как-то остановиться. Ну вот я приехал сюда. Единственное, вот у меня мечта, это чтобы в мире установилась такая ситуация, когда будет налажен диалог со всеми странами, какие бы они ни были, как бы там ни было. И чтобы, наконец-то, мы стали современным, цивилизованным, думающим, образовывающимся постоянно обществом. Что бы вас сподвигло вернуться в Россию? Революция. Когда там начнётся революция, я думаю, поеду туда и буду на бригаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова